МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представителя городской общественной организации из ямальского города Ноябрьска, Содружества детских объединений Ямал, я правильно себя назвал, пригласили в столицу России на вручение престижной национальной экологической премии. Насколько для вас это было неожиданно? Немножко ожидаемо. Мы считаем, что это достаточно интересный проект, но в целом, конечно, было неожиданно. Понятно, что серьезный уровень, федеральный уровень. Участников, я думаю, было достаточно большое количество. Поэтому понятно, что для городской и детской общественной организации это очень серьезные достижения. Можете рассказать, за какие достижения дают такую награду? Дело в том, что мы с детьми занимаемся охраной природы достаточно давно. У нас много реализованных проектов. Мы получали гранты губернатора, гранты общественной палаты, гранты Сибура. У нас, если говорить в цифрах, ежегодно более 20 тонн собранной макулатуры, по тонне батареек мы отработанных сдавали. Мы более 200 кормушек вывешиваем и подкарливаем. Мы собираем корм для животных, которые находятся в приюте для брошенных животных. У нас очень много различных дел. Мы в прошлом году посадили 3,5 тысячи сосен на территории ноябрьского лесничества. В этом году мы посадили 500 кедров. И 450 кедров мы отдали людям, чтобы они посадили их у себя во дворах, на улицах, и сами за ними ухаживали. Мы придумали такую акцию, поделились кедром. Потом переименовали кедр в добрые руки, в общем-то, отдали. В прошлом году мы раздали около 200. Это было буквально в течение пяти минут. В этом году мы раздали 450. Это было 6 минут. Большое количество желающих было получить дерево. То есть мы сотрудничаем с организацией «Родной лес», которая занимается восстановлением лесов. Они нам присылают саженцы. В общем-то мы их высаживаем в лесах для восстановления лесов. Отчасти отдаем жителям, чтобы учить и взрослых, и детей озеленять город, ухаживать за деревьями, не ломать их, а именно ухаживать, выращивать вот эти замечательные деревья, кедры на территории города. То есть это совершенно так одно из интересных направлений. А если говорить конкретно про этот проект... Премию вам за какой-то конкретный проект дали? Да. Проект называется «Готов природу охранять». Он придуман по принципу сдачи норм ГТО. Но у нас экологические нормативы. Хочешь получить золотой значок, значит, ты должен сдать 100 килограммов макулатуры. Например, 50 батареек, посадить 10 деревьев и так далее. То есть в течение полугода-года должен выполнить все эти экологические нормативы. И потом в конце можешь претендовать на золотой, на серебряный, либо на бронзовый значок. То есть, понятно, идея интересная. Идея нашла отклик у детей, у родителей, у педагогов. Получилось достаточно интересно. И вот результат. Как бы мы здесь на вручении национальной экологической премии. Мне кажется, эта идея, она может быть транслирована вообще по всей стране? Абсолютно. Мы ее уже транслируем по всей стране, скажем так. У нас это не первый проект. То есть у нас каждый экологический проект объединен какой-то одной игровой моделью. Чтобы детям было интересно. Основная деятельность детей – это игра и учение. Вот они в игре учатся, понимаете, если ребенок собирает батарейки, им уже интересно, а зачем? А почему? А почему батарейка спасает ежика? То есть вот такие вещи, они в процессе участия в таких проектах, то есть у нас было много проектов. Везде какая-то своя игровая идея. Детям это очень нравится. Ну, конечно, потом нравится быть победителем, получать награды, призы и так далее. Но ребенок, который посадил дерево, он же ломать не пойдет. Если он собирает мусор после взрослых, он сам потом мусорить не будет на берегу реки или озера, понимаете? То есть вот в процессе реализации этих проектов мы занимаемся экологическим воспитанием, экологическим образованием, что на сегодняшний день очень важно. Причем воспитывать часто надо не только детей, но и взрослых. Через детей мы воспитываем еще и взрослых. Они потом идут на пикник вместе с родителями. Им стыдно будет. Не оставляйте здесь мусор. Мы здесь собирали мусор, поэтому мы уносим его домой. И когда мы выходим сажать деревья, например, на получение этого кедра, приходили же семьями. Родители вместе с детьми приходили, фотографировались этим деревом. И потом нам прислали фотографии, где они его посадили, как они за ним ухаживают. То есть это достаточно интересно и, я считаю, очень важно. Вы такие интересные идеи перечислили. Кто генератор этих идей и откуда они появляются вообще? У кого в голове? Ну и у детей, и у взрослых у наших в организации появляются. То есть появилась какая-то идея, мы ее пытаемся развить, придумать. Скажем так, то есть если у меня появилась какая-то идея, я ее обсуждаю со своими педагогами. Мы придумаем, как это сделать поштабнее, интереснее. Понятно, много идей появляется и у детей, и мы тоже так же их обсуждаем. И потом все это выливается в такие проекты. Ваша ассоциация сугубо экологическую направленность имеет? Нет, не что. Можно несколько слов рассказать? У нас многопрофильная организация вообще. Расшифровывается как «Я мал». Я мал, я молодая активная личность. То есть мы занимаемся и, скажем так, патриотическим воспитанием. То есть у нас есть игра «Зорница», мы работаем с ветеранами. В сентябре-октябре реализовали интересный проект, на мой взгляд, «Мой герой». Как оказалось, люди, живущие на Ямале, они не знают героев Советского Союза, своих земляков. Мы собрали материал, огромнейший, про всех наших героев Советского Союза, их 9 человек. Большую папку, все распечатали, все красиво оформили. Сейчас готовим передать ее главе города для того, чтобы в будущем, когда будут появляться новые улицы в городе, чтобы их называли именами героев Советского Союза, наших земляков, чтобы там были установлены памятные доски, чтобы люди знали своих героев. – Сколько молодежи объединяет ваша организация и предыстория, сколько вам лет уже? – Существуем с 2006 года. Мы создались в декабре 2006 года. – Сколько молодежи объединили за это время? – У нас входит официально более 4 тысяч в организацию, но в наших проектах участвуют и по 10, и по 12, и по 15 тысяч, причем дети не только Ноябрьска, а всего округа. Мы реализуем достаточно большое количество региональных проектов. Это форум «Зеленая планета», это фестиваль «Детство без границ». То есть в нас участвуют и Новые Ренгои, и Надымы, и Салихарты, Антипаютак, Сарка, то есть практически все населенные пункты. Им это достаточно интересно. Буквально месяц назад я был здесь на климатическом форуме. Наши дети участвовали в конкурсах этого форума. Я приехал, чтобы получить награды. Буквально я приехал, и им штук 15 писем отправились с наградами по региону, чтобы дети получили свои дипломы, которые я получил здесь на них в Москве. То есть мы были региональным оператором этого конкурса. Мы уже не первый год этим занимаемся. То есть мы собираем детские работы, творческие, исследовательские, другие, оцениваем их. У нас есть профессиональные жюри, которые этим занимаются. И лучшие работы потом направляем сюда, в Москву, и вот они получают достаточно высокие результаты. Про современную молодежь сейчас очень принято часто говорить, что поколение интернетов, телефонов и всего остального, их оторвать от этого процесса практически невозможно. А вам удается? Как это происходит? Ну, вы же видите, удается. Бывает очень сложно. Надо просто целенаправленно этим заниматься. Ребенку должно быть интересно с его педагогом, с его друзьями. Понимаете, делать какое-то одно общее дело. Ведь в основе детской организации лежит деятельность. Вот если она будет интересна, ребенок отложит телефон и побежит туда, куда ему нравится. Там, где ему интересно. Там, где у него есть интересные друзья, там есть интересные взрослые, которые ему много чего расскажут, много чего научат и будут делать все вместе с ним. Они не наседательным тоном ему чего-то учат, да? Это проходит в процессе деятельности, в которой включены и дети, и взрослые вместе. Не сажает ребенок дерево, а взрослые не смотрят на него просто так и не командуют. Им он это делает вместе с ним. То же самое во всех остальных делах. То есть пошли мы кормушки вешать буквально тоже пару недель назад в парке. И родители, и педагоги, и все они там по деревьям лазят, привязывают, корм насыпают. Все делают абсолютно вместе. Если у нас какая-то творческая деятельность, там какие-то конкурсы рисунков, поделок, прочее. Ведь очень часто это делается вместе с родителями. Те же кормушки, мы знаем, что их делают вместе с папами. Потому что сам ребенок не всегда может так сделать, но и папа не делает это сам. Мы же знаем, что они делают это вместе. То есть мы пытаемся сделать эту деятельность общей, чтобы это было еще с семьей. У нас проходили такие акции, конкурсные, семейный обед. То есть семьи редко собираются все вместе за столом. Мы провели вот такой конкурс-акцию. То есть присылали рецепты семейных блюд любимых. Весь процесс приготовления, как ребенок вместе с мамой, вместе с папой готовил. Как они потом сидели за столом, все это обсуждали. То есть потом мы там общий выходной семейный. Как проводят семьи, как наши дети проводят свой выходной вместе с родителями. Какие праздники они вместе устраивают. То есть мы стараемся разносторонне их развивать и вовлекать в самую разную деятельность, не только экологическую. Наверное, очень важно, чтобы был лидер с горящими глазами, который всех заведет, тогда и процесс пойдет. Ну, не потугли еще, видимо. Работаю с детьми уже много лет. Я пришел работать в школу в республике Морел все время пионерским вожатым. Мне было 20 лет, я только отслужил армию. Вот я говорю, я с тех пор и работаю практически пионерским вожатым всю жизнь. Да, я параллельно преподаю в школе еще, но это уже дополнительная нагрузка. Основная работа – это работа с детской организацией. Еще один очень важный момент – это все равно материальная база. У вас все есть для того, чтобы вы могли творить, создавать, привлекать молодежь? К сожалению, не все у нас есть уже. Далеко не все. Нам еще в этом плане есть к чему стремиться. Хотелось бы чуть большего внимания к детским общественным организациям. Не просто к структуре молодежной политики, у которой есть там своя база, а к детским общественным организациям, которые собрались сами по себе. Им это интересно вместе сделать. Да, есть определенная поддержка, конечно. Ее не всегда хватает. Получив вот эту премию, вернувшись в Ноябрьск, на Ямал, какие слова скажете молодым, когда они увидят плоды своего труда? Мы не зря работаем, и наш труд оценивается. Значит, нам есть к чему стремиться и продолжать работать дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова